Здравствуйте, уважаемые подписчики! Раннее утро, начинаем резку, а вернее уже продолжаем резку лолибеллы. Вот такая вот она у нас красивая. Там ещё зелёненькие бутоны, но там, где они поспели, а поспели, вот это такая фаза окрашенная, мы срезаем фазу окрашенного бутона. Такой бутон мы не режем, потому что нам он не нравится. И не нравится нашим покупателям фаза окрашенного бутона. И вот один из подписчиков просил показать, как же мы при такой вот густоте режем наши цветочки. Ну, во-первых, у нас на стеллаже 4 ящика. Раз, два, три и четыре. Да, из средних ящиков резать, конечно, проблемно. Эти ящики крайне без проблем. На срезку из селёдки мы ставим самых ответственных, самых внимательных, самых тщательных. Ну, Татьяна Владимировна одна из таких, да, Танечка? Да. Вот сейчас я покажу. Вот она стоит на стульчике. Видите, вот у неё стульчик один, второй повыше, один для цветочков. Вот, цветочки достаточно большие, высокие. Не только нога длинная, но и у него шикарный бутон. Да, вот эту грязь, конечно, мы потом тряпочками стираем, потому что это не гидропоника, где всё чистенько-беленько. Но я считаю, что вот такие вот роскошные цветы, они стоят того, чтобы с ними повозиться. Ну и вот, смотрите, вот, вот, Таня, покажи. Вот тут вот трещь, трещь. Ага. Вот. Раз. Покажи длину. Ну, о, красавцы, просто красавцы. Высокие, красивые бутоны и высокие, красивые, стройные ноги. Ну и здесь вот, когда в первую очередь у нас, конечно, идут краевые ящики, созревают, и потом, когда мы их уберём, уже у нас освобождается доступ к серёдке. Конечно, неудобно, но что делать? Каждый сантиметр тепличного пространства стоит денежек. Танечка, улыбнись. Вот, видите, такие у нас девочки красивые работают. Ну и вот они, красивые девочки, вырастили красивые тюльпаны. Теперь я хочу вам показать Хенни Ван дер Мост. Тоже спрашивают, а как же выглядит Хенни Ван дер Мост. Вот он уже рассвёл. Сегодня мы его будем срезать. Вот он, наш любимый Хенни Ван дер Мост. Из ста луковиц пять-шесть на ящик. У нас в ящике бывает 110-120 луковиц. Но в этом году луковица Хенни Ван дер Мост была мелковатая. И, как видите, слеповатая. Жаловалась я уже на эту луковицу. Ну, мы уже с этим смирились. Мы рады тому, что есть. Но 5% мы срежем. Ну, вот они уже немножечко подтянулись. Красивый, хороший, замечательный сорт Хенни Ван дер Мост. Но с луковицей не повезло в этом году. Вот она, проекция на всё поле. Там у нас апдейт зацветает. Но мы его пока не режем. После обеда будем резать. Так, ну и пошли дальше. Дальше вот. Сейчас мы Татьяну Владимировну пропустим. Здесь уже вот срезаны. Ладно, они расцвели раньше. От задней стеночки они чуть позже идут. Но завтра, я думаю, что мы все... Вера Львовна сегодня пришла к нам на работу. Вот, девчонки, как весна к нам приходит, сбегаются все. Потому что красота неимоверная. Так, здесь у нас Юля в цветнике. Да, Юлечка. Она у нас недавно работает, но уже вписалась в наш коллектив. Ну и сегодня мы будем резать наш Лех Валенца. Лех Валенца. Красавчик, конечно. Вот смотрите, весь один к одному. Бутончик полный, хороший. Мы его подтянули. Но у Леха Валенца тоже есть маленькая проблемка. Тоже это относится к категории слепых бутонов. Он как будто бы бутон есть и как будто его нет. Бутон зеленый. Но процентов 5 на Лехе Валенца вот эта проблема просматривается. Но ничего, ничего. Это, в общем-то, как бы сказать, по карману немножечко ударит. Но мы сильно и не переживаем. Сильно мы не переживаем. Ну и пойдемте дальше. Это у нас... Бегу-бегу. Я иду на завертку тюльпанов. Так. Поливаем струн. Так. Ну и вот они наши тюльпаны. У нас оборачивание. Мы их калибруем, чистим, моем. Моем, вернее, убираем. Опилочки. И заворачиваем вот в такие вот букетики. Подписываем. Вот. Сортируем по длине. Самые длинные, средние, но чтобы они смотрелись. Ну вот. Видите, какой вот мощный цветочек. Так. Что еще? Сейчас сегодня я вам покажу. Что еще я сегодня покажу вам? Так. Еще покажу один цветок, который меня прям так не восхитил. И шишку. Это авокадо расцветает. Первый ящик у вентилятора. Так. Сегодня мы дорежем до конца айкун. От айкуна остались крошки и ножки. И вот фиолетовые. Разные были у нас сорта фиолетовые. И в этом году попал к нам Парпул Вали. Ну, обычно фиолетовые сорта никогда не отличаются высокой структурой ножки. Но здесь вот 35 сантиметров точно есть. Вот. Причем очень ровный, красивый и долго стоит. У нас есть букет в продажной зоне. Десять назад мы сорвали самый маленький цветочек для показа. И вот сейчас это огромный бутон, огромная длинная ножка. То есть способность его держаться в вазе и расти очень большая. Ну, и вот это Парпул Вали. Никаких слепых бутонов, никаких отклонений от нормы выращивания нет. Смотрится он так ровненько, ближе к вентилятору. Он распустился пораньше, а здесь вот еще только зреет. Но это нам как раз и больше нравится. Слепых бутонов на Парпул Вали нет. Замечательно. Ну, и вот он. Замечательный Ред Пауэр. Ред Пауэр. Шикарный. Просто шикарный сорт. Он тут с краешку от батарейки начал распускаться. Высота его небольшая. Где-то 30-35 сантиметров. 40 это максимальное. Но это в вазе он дорастает. А так, яркий, насыщенный цвет. Он даже как будто бы на пионовидный тянет. Потому что у него двурядная лепестковая составляющая. Но, одним словом, прекрасный, хороший Ред Пауэр. Тоже очень хорошо себя чувствует. Нет ни одного слепого бутона. Красавчик. Просто красавчик. Ну, и вот пионовидный. Тоже очень хорошо смотрится. Куинсдей. Он поздний. Мы его режем обычно в конце февраля, начале марта. Слепых бутонов тоже не наблюдаю. Ну, жаловаться не буду. Тоже нормальный. Ну, и вот он, стронголд. Уже показал бутончики. На следующей неделе будем его резать. Так, ну, это 7-градусная луковица, которая к нам пришла значительно позже. Пока ничего не могу сказать. Но слепых бутонов тоже нет. Она была охлаждённая до 9 градусов. Тут в основном доминирует один сорт. Так. Ну, и завершу я показом гидропоники. Ну, вот она гидропоника. Практически уже бутоны все сформированы. И через день они окрасятся. Ну, вот один бутон уже есть. Вот бутон один есть. Ну, что, длинные ноги, длинные листья. Ну, бутон вроде бы так ничего. Так думаю, что, может быть, на следующий год займёмся немножко гидропоникой. Будем осваивать её. Ну, и вот здесь вот у меня опыт. Как вы помните, я всё время показываю на опилках. Существенно отстаёт от гидропоники. И на субстрате, и на опилках. Вот они, опилочки. Здесь чистые опилки. Но чувствует себя хорошо. Зелень такая сочная, мощная. Зацветёт, я думаю, что позже. 20-25. Ну, и что сказать. Мне и тот, и тот вариант нравится. Ну, гидропонику. Потом взвесим всё, обсудим. Посчитаем экономику. И примем окончательное решение. Но сразу переходить на гидропонику я, наверное, не буду. Ну, и на сегодня всё. День рабочий. Люди бегают, суетятся. Впереди у нас вот такая проекция белого апдейта. Ну, по апдейту я потом отдельные проблемы расскажу. Здесь есть проблемы, конечно. Ну, а так, в целом, всё хорошо. Всё нормально. Вам здоровья, хорошего настроения. Ну, и будем жить дальше. До встречи. – Грибинская. – Ага.